Саша Шкулович, фракция сегодня заседала за закрытыми дверями, принимала решение выйти из коалиции. Вы мотивы и причины выхода фракции СДПК из коалиции, будьте добры. Вы знаете, что эта коалиция была создана 2 ноября 2015 года, и эту коалицию создавала СДПК, и за все это время партия СДПК старалась объединить всех участников коалиции большинства и консолидировать и других депутатов на решение всех злободневых вопросов, которые стоят перед нашей страной. Но в последнее время вы, наверное, сами свидетели, что практически де-юро мы коалиция, а де-факто мы совсем даже хуже, чем оппозиция с позицией. Поэтому в таких условиях мы решили, значит, заявление выйти из коалиции и объявить, что, значит, коалиция большинства не существует сегодняшнего дня. Это говорит о том, что мы политически несовместимы, наши взгляды расходятся. Кроме этого, мы не можем согласиться с теми обвинениями, которые идут сегодня в адрес отдельных членов отдельных фракций в причастности к различным, значит, национализированным объектам, субъектам Казахстана. Мы охотно хотели верить, старались верить, но сегодня мы хотим воздержаться, быть с ними в одной коалиции. Ну, а ваши, скажем так, уже бывшие партнеры по правящему альянсу, вы их уже оповестили, они уже знают об этом? Мы вот сейчас только буквально закончили, мы делаем первый выход к вам на прессу, мы об этом сегодня официально заявляем. Ну, естественно, они будут оповещены, мы текст заявления на русском и русском языке, согласно нашего регламента, 14 статьи регламента, вывешены на сайте Джордж Кенеша, и, значит, завтра опубликуем без этих литов. Еще один вопрос уточняющий, вы сказали, что политически несовместимы. С какими, если можно уточнить, с какими фракциями вы практически не ужились, в одной упряжке будем говорить, да, это, наверное, Атамикен, и вы назвали несколько предприятий, которые якобы замешаны некоторые фигуранты, да, лица имея себе, я прошу прощения. И по каким еще принципиальным позициям несовместимость, по конституционной реформе или еще другим вопросам? Я вам скажу, что это речь о двух, значит, фракциях, это фракция УНГУ, прогресс, и Атамикен. Те, которые, значит, сегодня выступают против тех, тех реформ, против тех изменений дополнительной конституции. И здесь кроются еще, знаете, такие моменты, которые, может, на первый взгляд, она незаметна, да, но фактически сегодня эти люди выполняют, скажем, указания бывших руководителей нашей страны, да. К примеру, почему сегодня отдельные депутаты так реально выступают против? Потому что сегодня в Конституции стоит вопрос о культуре, где мы убираем срок давности. И Акаевские, значит, кадры, и Бакийские кадры, они все замешаны вот именно в заключении соглашения по культуре. И поэтому они сегодня против, не против, скажем, отдельных там статей Конституции, а против того, что там убирается срок давности, куда вот привлечены к уголовной ответственности все те, которые были причастны. И руководители, и, значит, и руководители госпредприятий, которые подписывали эти соглашения. Поэтому здесь вот такой подводный камень, о котором, на первый взгляд, не видно. Поэтому мы считаем, что сегодня мы воздерживаемся быть с ними в одной коалиции. Согласно договору, я прошу прощения, согласно договору заключенному при создании коалиции, была речь о том, что если теряется большинство, то и коалиционное правительство, да, уходит в отставку. Выходит, надо понимать, что кабинет министров во главе с Уранбаем Венбековым сейчас уходит в отставку? Ну, естественно, это все прописано в Конституции, прописано в законах, что когда распадается кодица большинства парламента, правительство уходит в отставку. Вот это вы хотели услышать. Не, не, я просто хотел, они и О будут сидеть, пока будет новый не назначен, правильно? Ну, естественно. Без правительства страна не останется. А кто может войти в Альянс? Какие фракции? А сейчас президент, согласно Конституции, он вручит мандат для формирования коалиции, да? А после вручения мандата официально мы должны, значит, формировать коалицию большинства. Но до этого по регламенту мы должны сделать объявление в Евгении, на принадном дистанте. Это будет завтра, послезавтра. После объявления официально, значит, коалиция будет считаться распадшим. И коалиция большинства. И тогда, значит, после получения мандата по формированию коалиции большинства мы будем вести переговоры. Заши Шкулович, еще один вопрос, если позволите. Помните, на пленарке вы и Омир Вик Черкешевич спорили, кто должен выйти? СДПК или Атамикен? Но мы видим, что не вытерпал в итоге СДПК и вышел. Почему столько, так долго ждали-то? Почему тогда сразу не вышли? Ну, знаете, вот тогда вы нас, может, не поняли, а сегодня, наверное, вы все понимаете, что эта конфронтация внутри коалиции, она не придет к стабилизации. А мы хотим, чтобы парламент работал стабильно, и правительство работал стабильно. И для стабильности мы будем призывать всех депутатов и будущих членов нашей коалиции, коалиции большинства направить все свои усилия для того, чтобы у нас была стабильность и со мной жила нормально.